Продолжая тему адювантной терапии меланомы, мнение, скажем так, за или мнение, освещающее преимущество иммунотерапии. Мы, безусловно, знаем, что основная задача адювантной иммунотерапии это увеличить число больных, увеличить выживаемость пациентов путем добавления лекарственной терапии по сравнению с теми пациентами, которые были подверганы только хирургическому методу лечения. И, безусловно, поскольку очень многие пациенты получают адювантную терапию условно говоря, без необходимости, то есть они будут излечены и с помощью только радикального хирургического лечения, для адювантной терапии принципиальное значение имеет баланс между эффективностью, она должна быть, безусловно, высокой, и весьма умеренной токсичностью, потому что, еще раз напомню, что многие пациенты получают это лекарственное лечение, скажем так, избыточно несколько. Поэтому, если мы говорим об иммунотерапии в адювантном режиме, что мы имеем на сегодняшний день? В настоящее время существует три зарегистрированных препарата, используемых в этой области. Это эпилемумаб, неволумаб и тембролизумаб. Здесь представлены данные, ссылки на рандомизированные клинические исследования, на основании которых эти препараты были зарегистрированы. И, безусловно, говоря о месте иммунотерапии в адювантном лечении, мы должны обязательно давать должное препарату эпилемумаб. Мы видим, что всего за 16-й год, 4 года назад, революционные совершенно результаты исследования, которые сейчас уже кажутся усадевшими по ряду причин, и по высокой токсичности, и по меньшему удобству для пациентов, и так далее, и так далее. Но это, в принципе, первый препарат из группы иммуно-экологических препаратов, который впервые статистически достоверно доказал увеличение не только безрецидивной выживаемости, но и общей выживаемости у пациентов, получающих его, по сравнению с пациентами из группы наблюдений, из группы плацебо. Снижение риска смерти практически на 30% – это, безусловный, прорыв в лечении меланомы. И всего-то, еще раз напомню, 4 года назад эти данные мы получили подтвержденные. Поэтому, конечно же, все остальные последующие исследования в области иммунотерапии, они должны, ну, в идеале, конечно, быть сравнены с первым иммуно-экологическим препаратом. Поэтому то исследование, с которого мы начнем, это вместо уже ингибитора PD-1, неволумаба в адвивантной терапии, как раз-таки исследование, в котором проводилось рандомизированное сравнение неволумаба и эпилемумаба у пациентов с высоким риском рецидива, причем пациентов, мы видим, имеющих и третью стадию заболевания, и четвертую. То есть, в принципе, уже пациенты, имеющие диссинированный процесс, после радикального удаления всех визуализируемых, всех определяемых метастазов, участвовали в данном исследовании. Ну и стандартные процедуры анатомизации или на неволумаб, или на эпилемумаб в течение года пациенты получали лечение большое количество пациентов, практически полтысячи пациентов в каждой группе. И основная задача, конечно же, оценки и безрецидивной, и общей выживаемости. И в настоящее время, вот на ЭСМА в сентябре 2019 года, то есть полгода назад, были представлены данные уже долгосрочного наблюдения с медианой наблюдения в 36 месяцев, то есть в 3 года, при котором мы видим сохранение выраженного преимущества уже ингибитора ПД-1, неволумаба, по сравнению с эпилемумабом у этих пациентов. Мы видим, что через 2 года от начала лечения половина пациентов, получавших эпилемумаб, сохраняли, у них сохранялась безрецидивная выживаемость, не было признаков прогрессирования, но через 3 года, к сожалению, уже пациенты, больше половины пациентов уже, к сожалению, имели признаки рецидива. В то время как пациенты, получавшие терапию не был умабом, пока медиана безрецидивной выживаемости у них не достигнута через 3 года наблюдения. То есть риск прогрессирования снижается на 32%. Причем, в принципе, для многочисленных препаратов это закономерно, наверное. Вне зависимости от стадии заболевания, вне зависимости, как мы видим дальше, мутации, наличия или отсутствия мутации в гении БЕРАФ, этот эффект сохраняется. Как эффект эпилемаба, кривые, выходящие на плато, так и эффект неволумаба. Риски прогрессирования снижаются, в частности, у больных, имеющих дикий тип гена БЕРАФ, то есть без мутации гений БЕРАФ, на 40% по сравнению одного препарата с другим. И также, вне зависимости от уровня экспрессии на ПДЛ-1, высокий он или низкий, преимущества неволумаба закономерно сохраняются, но с большим трендом в отношении пациентов, имеющих высокий уровень экспрессии ПДЛ-1. Как раз таки это может быть, ими это тоже может учитываться, когда Хамидовна упоминала об этом, в перечне тех факторов, которые могут повлиять на принятие нашего решения, в частности, наличие или отсутствие генетических моментов или высокий или низкий уровень экспрессии ПДЛ-1. То есть все эти данные, они, в принципе, подгруппы больных разделяются по всем, по совокупности этих факторов. И в зависимости от того, в какую подгруппу попадает наш конкретный пациент, мы можем склоняться к выбору того или другого вида адюбантной лекарственной терапии. Безусловно, принципиальный фактор оценки – это выживаемость без отдаленных метастазов, поскольку мы знаем, что это все-таки наличие отдаленных метастазов – это основной фактор гибели наших пациентов. И также мы видим и высокое значение эпилеумаба, и большее значение, большую роль ниболумаба в удлинении сроков до появления отдаленных метастазов. При наблюдении на протяжении трех лет практически большая часть пациентов, больше половины в обеих группах, не имеют отдаленных метастазов. В принципе, эти данные мы уже видели при более ранних публикованиях результатов исследования ЧЕК-МОИД-238. И все-таки сохраняется преимущество во всех подгруппах больных вне зависимости от стадии и подстадии, вне зависимости от вовлечения микроскопического или макроскопического лимфатических узлов, вне зависимости от статуса ПДЛ-1, от наличия или отсутствия имудации пениберак, преимущество ниболумаба, оно закономерно присутствует. И поскольку препарат увеличивает безрелизированную выживаемость, то и потребность в последующем лечении, как в системном, так и в других видах хирургическом, радиотерапии у пациентов, получающих ниболумаб, она в значительном значениях на 10% меньше, чем у больных, получающих предыдущий препарат ниболумаб. Токсичность. Также мы знаем, что вся группа ингибиторов ПД-1 обладает достаточно приемлемым спектром токсичности, поэтому и осложнение, связанное с терапией, и необходимость отмены терапии, она, в принципе, даже в несколько раз, даже многократно ниже, чем у пациентов, получающих пениберак. Поэтому в отношении безопасности или приемлемой токсичности лечения ингибиторы ПД-1, конечно же, они, бесспорно уже для специалистов, они обладают такой привлекательностью в этом отношении. Если мы посмотрим, как быстро на протяжении какого периода развиваются осложнения, то всё-таки и для иммунотерапии, в частности, для ниболумаба максимальная частота и осложнение развивается на протяжении первых трёх месяцев терапии. А уже после окончания лечения, по окончании года, наблюдения до трёх месяцев, до ста дней, практически минимальные осложнения развиваются. То есть здесь, в принципе, тоже приемлемый такой фактор, что после завершения лечения уже пациент обладает минимальным, не превышающим двух процентов риском развития таких отдалённых иммуно-последованных осложнений. И также мы знаем, что наиболее длительно существующие осложнения – это эндокринные. Они могут существовать, там, медиана, например, до 60 даже месяцев, до, получается, пяти лет. Но эндокринные осложнения, они, по крайней мере, не требуют прерывания лечения. Они с помощью соответствующей компенсаторной эндокринной терапии, заместительной или других видов эндокринной терапии, они могут быть купированы и не являться основанием для прекращения терапии иммунологическим препаратом. И как раз таки тоже то, о чём уже упоминала Дерма Махамидовна, те биомаркеры, относящиеся к опухоли, которые могут склонить нас в пользу выбора того или другого метода лечения. Мы видим, что улучшение безрецидивной выживаемости отмечалось у пациентов, имеющих высокий уровень экспрессии гена интерферона альфа в опухоли и имеющих высокую мутационную нагрузку. То есть, в принципе, ещё раз подтверждение того факта, который мы имели уже и при изучении больных с диссиминированными формами меланомы, что чем более мутагенная опухоль, тем с большей вероятностью реализуются эффекты иммунотерапии. И в данной ситуации мы подтверждаем это и у пациентов, получающих адювантную иммунотерапию данным препаратом. И второй препарат, пембролизумаб, который также изучается, продолжает его изучение, и он уже подтвердил свою эффективность, он уже зарегистрирован для лечения адювантной терапии больных меланомой. Это пембролизумаб. Пембролизумаб в исследовании КИНОТ-0.54 он сравнивался с отсутствием лечения, с группой плацебо, с группой наблюдения. То есть пациенты, имеющие третью стадию меланомы, после хирургического лечения были рандомизированы или в группу, получающую пембролизумаб, или в группу плацебо, то есть группу просто активного наблюдения. И при оценке эффекта, в основном представлены данные были, данный график, мы видим, что снижение риска рецидива отмечается на более 40%, на 43%. Это данные полуторамесячного, с медианного наблюдения в полтора месяца. И вот сейчас на АСКО будут представлены данные медианного наблюдения уже три года. Мы видим, что этот положительный тренд в отношении безрецидивной выживаемости больных, получающих пембролизумаб, он сохраняется. Причем в абсолютных процентах это разрыв 64% и 44%. То есть через три года наблюдения большая половина пациентов, не получавших лечения, прогрессирует, к сожалению. И только треть пациентов, получавших пембролизумаб, имеет признаки прогрессирования. То есть, безусловно, выигрыш иммунотерапии здесь также подтверждается. Причем также, как и в отношении нибулумаба, преимущество вне зависимости от подстадии, вне зависимости от наличия или отсутствия мутации пеми-бирав, вне зависимости от уровня экспрессии педили-1, у больных сохраняются и подтверждаются всеми нашими данными. Также, безусловный выигрыш в отношении максимального отсрочивания времени появления талюных метастазов. Мы видим, что через полтора года наблюдения, через 18 месяцев, 30% пациентов, не получавших лечение, имеют отдаленные метастазы и в два раза меньше 16% пациентов, получавших пембролизумаб. То есть, выраженное снижение близко появления отдаленных метастазов. И поскольку для пембролизумаба было сравнение с контрольной группой, не получавшей лечение, интересный, конечно, был вопрос, какое будет сравнение эффективности неволумаба по сравнению с пациентами, не получающими лечение. Поэтому, например, такое искусственное произведено было сравнение, когда посредством выделения групп больных, получавших неволумаб, и больных группы плацебо из-за исследования с эпилемумабом, эти пациенты, ну, не скажем так вот, механистически были выделены. И оказалось, что, если мы говорим о безрецидивной выживаемости больных, получавших неволумаб, по сравнению с больными, не получающими лечение, тут нижняя строчка, через два года от начала лечения 70% больных, получавших неволумаб, не имеют признаков прогрессирования, и всего треть больных в группе плацебо, в группе отсутствия какого-либо лечения, не имеют признаков прогрессирования. В абсолютных цифрах практически в два раза. Практически то же самое, что мы отмечаем и при сравнении пембролизумаба и плацебо. Поэтому, наверное, цифры говорят сами за себя. И если мы сочетаем такую высокую эффективность с приемлемой токсичностью, которая для ингибиторов PD-1 все-таки, наверное, не вызывает таких существенных вопросов, то, наверное, выводы определенные можно сделать, как мне кажется, в сторону иммунотерапии. И что мы имеем сейчас? Здесь представлено большое количество исследований, которые проводятся в области адюбантного лечения меланомы. Мы видим, что практически все они посвящены методам иммунотерапии. Причем некоторые исследования, о которых я уже упомянула, завершенные. Некоторые исследования, которые сейчас продолжаются с открытым набором или с завершенным набором, мы результаты этих исследований получим в ближайшее время. И, конечно же, они очень интересны. Это и сравнение уже пембролизумаба не с плацебо, о котором мы говорили раньше, а сравнение пембролизумаба с эпилемумабом, сравнение пембролизумаба с высокими дозами интерферона альфа. Место пембролизумаба, например, у больных более ранними стадиями, вторая B, вторая C стадия. Вот имеем ли мы основания, если необходимость, смещать начало демонтнотерапии на более ранние стадии. Сравнение неволумаба уже с комбинацией неволумаба и эпилемумаба. То есть этот режим, безусловно, будет обладать большей токсичностью, поскольку два препарата всегда более токсичны, чем один. Комбинация, безусловно, более токсична. Это мы знаем, опять же, из лечения с семированной формы. Но, опять же, может быть, эффективность будет настолько высока, что это перекроет риски. Поэтому исследования, безусловно, эти исследования, безусловно, интересны и, безусловно, займут, скорее всего, уже после получения их результатов то или другое место в нашем арсенале. Этот слайд уже представляла Адерона Махамидовна. В принципе, мы, если посмотрим, то по своей эффективности и методы иммунотерапии, особенно неволумаб, эмбролизумаб, по снижению риска рецидива, сопоставимым с комбинацией таргетных препаратов, о котором Адерона Махамидовна подробно рассказывает. Но, в принципе, если выбирать и сравнивать, безусловно, Адерона Махамидовна терапия таргетными препаратами, она доказанно увеличивает и безрецидивную, и общую выживаемость пациентов по сравнению с плацебо. Но мы видим, что все-таки выбор пациентов лимитирован наличием мутации в гене-биро. Если ее нет, то пациенты уже изначально не являются кандидатами. И, в принципе, дискутабельность длительности терапии, потому что все-таки некоторые потери эффекта после завершения года Адерона Махамидовна терапия, она есть. И, в принципе, с чем она связана? Может быть, с невыстаточным эффектом, невыстаточной длительностью терапии, может быть, года мало, с развитием резистентности к мулекулярно направленной терапии. И поэтому, может быть, в этой ситуации имеет смысл начинать с адювантной иммунотерапией, даже у больных, имеющих мутацию пени-биро, чтобы у нас был определенный резерв на будущее. Потому что все равно часть пациентов прогрессирует на тех или других сроках нашего наблюдения, нашего лечения. И наличие препаратов, условно говоря, резерва, в принципе, это основные препараты для лечения диссиминированных бравпозитивной меланомы, разумеется, мне кажется, это тоже имеет значение всегда нужно иметь следующий препарат в запасе, следующую комбинацию препаратов в запасе. Ну а про иммунотерапию, да, эпилюмаб – это первый препарат, который достоверно подтвердил в лечении общей выживаемости, но он, безусловно, более токсичен. А препараты, о которых мы говорим уже сейчас, ингибиторы PD-1, это уже принципиально, скажем так, препараты, которые обладают и высокой эффективностью, причем во всех подгруппах пациентов, и приемлемым профилем токсичности, который позволяет сохранять качество жизни пациентов, получающих адематное лечение, и, возможно, существенно не ухудшать их качество жизни, опять же, пациентов, которые, может быть, получают избыточное лечение в том или другом проценте. Норгайзонимая. Норгайзонимая.